Мы находимся в прекрасной выставке, в зале, которая для бельжит сейчас, в зале Харабаде. Он очень активный художник в Петербурге. У него почти 5-6 листовок в союзе художников. Он один из участников нашей группы, называется «Палитра Грузии». Мы делаем вот две выставки. Это как бы как он, художник и гражданин Петербурга, один из лучших представителей этой культуры. Его, он делает, сам собственноручно делает экспозицию. Любого художника, который здесь участвует, экспозиция принадлежит ему и делает это большим мастерством. Это непростое дело, хочу вам сказать. Кроме того, у него прекрасная семья, хорошие дети. И одним словом, это один из современного мира, один из, если назвать, хороший человек в полном смысле. Хороший художник, хороший друг. Что касается искусства, это надо долго и рассказывать об этом можно только, если знаю, что публика, большинство может это слушать. Потому что, и я никого не оскорбляю, но живопись на том уровне, который у меня тащит и донесет, я думаю, до прекрасного конца. Для этого надо подготовить, подготовить, помогите, помогите, подготовить человек, который готов к кино, который везде присмотрит, читает. Ну, не обязательно искусствовать, искусствовать тоже может ошибиться. Так что, мы сейчас все смотрим и можем посчитать, что это большой праздник для него и для нас. Хочу поздравить и дальнейших успехов. Это я не хотел уступать, потому что не умею. Спасибо. Заур Кадария, создатель «Палитра Грузии». Мы очень долго сотрудничаем и грузинских художников во главе Заура продвигаем в Санкт-Петербург. Ну, мы были несколько раз на выставках и все это видели сами. Давно не было, потому что немножко было перерывом. Пандемия, там все остальное, но художникам это не должно. Действовать, мы уже об этом говорили с Зауром, и скоро выйдет новый листок «Палитра Грузии». Да, сейчас передаю слово «Палитра Грузии». Я уступлю даме, все-таки, если бы я стою дам, а после меня с удовольствием оставил. Меня зовут, добрый вечер, меня зовут Аракси Алисквариан. Я представитель «Палитра Грузии» шоколадной ручной работы с росписью с пищевого социального золота. Также я являюсь дизайнером «Аракс колледжа». Мы хотели вести переговоры с ЗАДой о том, чтобы печатать его принты на наших изделиях, потому что это очень мощная, очень сильная коллекция, очень яркая, эмоциональная. Мне кажется, когда коллаборации между дизайнером и художником, это всегда грозит каким-то масштабным успехом, я надеюсь, премиера уже как-то менее. Спасибо. Да, передаю вам «Палитра Грузии». Нефть. Вот мы и есть. Уважаемые друзья, сегодня очередной раз нас ЗАЗа, уважаемый, удивляет. Ну, это для грузинской диаспоры, естественно, человек, которым мы гордимся. Художников грузинов здесь, в Петербурге, много. Один из них вот, который зовут, который вот создал «Палитра Грузии». Но ЗАЗа ежегодно 4-5 выставок индивидуальных своих выставок делает в городе Санкт-Петербурге. Ну и сегодня нас радуют свои работы. Спасибо ЗАЗа от всей души. Я думаю, что, значит, и дальше будете вы нас, скажем, радовать этой. И кто рядом с вами находится, мы тоже поздравляем с сегодняшним праздником. Сегодня для вас это праздник, и для грузинской диаспоры и творческой праздник. Вам всем пожелаю сегодня доброго вечера. И того, что вы хотели увидеть сегодня здесь, чтобы каждый из вас увидит в данном празднике. Спасибо всем. Да-да. И поздравляем с вами. Спасибо. Небольшую паузу стену, прежде чем сказать. Я художника вижу, это хорошо или плохо, не знаю, второй раз. А картины в работе вижу первый раз. Но при этом, конечно, я сейчас попробую вот так вот эти минуты. Посмотрел, конечно, внимательно, сколько возможно было. И несколько слов просто, как художник-художник скажу. Вот эти такие ровные, горизонтальные, вертикальные линии. Эти такие линии, которые напоминают нагло, через чего создает он некий хаос. На самом деле это довольно интересно. В каком-то смысле, ну, чуть-чуть, вот, мне лично заставляет задуматься. Правда, я представил себе немножко, вот, по поводу яркости работы, немножко по-другому. Здесь как будто между монохромом и такой абсолютной южной яркостью существует какая-то середина. Может быть, это даже очень хорошо. Значит, иногда совсем ярко здесь у нас воспринимают, у нас я не хочу, воспринимают как слишком, как разно. При этом они не задумываются, что это совершенно другое. Вот эти, еще раз повторю, все эти линии, которые пересекаются тыл-любом, они создают небольшую хаос. Вот я повторяю, что мне приятно это видеть. Так что поздравляю. Спасибо. Рад участвовать. Спасибо. И всех благ. Володя Чичков, наш великий и подобный, мы его скучнические интересы знаем. Как человек, рожденный, как и завтра в Грузии, я не могу сказать своих слов восхищений и восхищений от его искусства. Интересно, что архитектуру, культуру, духовные ценности Петербурга по большей части не коренные петербургцы делали, а по наехавшие. По наехавшие со всех сторон Расстрелли, Монтерам, Николай Гоголь и уйма писателей Заза Харабадзе. И вот в начале 70-х годов, встретившись с Зазой на Пушкинской 10, мы жили в этих трущобах, общались. Зимовали в лютые морозы, как-то переживали, помогали друг другу, общались, встречались, пьянствовали. Но всегда любили друг друга. И сплотился такой потрясающее сообщество людей, которые не занимались эпициозом и не делали карьеру в искусстве, а выражали себя, делали то, что могли. И вот группа из Грузии, Сраван Шаламберидзе, Ван Сианидзе, Бадыбе, Бизаза, это были три таких столпа, которые привнесли в лютый студеный холодный Ленинград краски, свет, тепло, доброту, человечность, все то, чем богата Грузия. И моя бесконечная благодарность за весь тот огромный вклад, а уже, несомненно, то, что он сделал за эти годы, это серьезный, неисчерпаемый, неизгладимый вклад в высокое искусство Санкт-Петербурга. И помимо благодарности за все это, еще раз хочу принести благодарность, что мне, рожденному в Грузии, правда, 76 назад случайно и проездом, и тем не менее это моя родина. И Заза для меня сделал картину и подарил мне картину с видом моего города, который я не помню. Я был там первые три месяца жизни, и больше мне там не довелось было. Был у разных местах Грузии, а в Поте я так и не попал, где я родился. И Мадзана подарил мне роскошную, великолепную картину «Лодки в порту города Поте». Это чудо-картина, она висит у меня прямо над головой, и это тепло и свет моей Родины все время льется на меня, когда я сплю или когда я просто прохожу, тогда передо мной. Это «Лодки в Поте». Спасибо, Зара. Друзья, да, если никто хочет выступить, пожалуйста, пару слов, дадите. Друзья, я буду очень рад. Чем, я прощаюсь, не буду. Чем рисуют художник? По-разному. Маслом, акрилом, карандашами, цветными фономастерами. Заза рисует масло, правда? Но не только, потому что когда смотришь на картины сразу, ты видишь, что он рисует их солнцем, он рисует их эмоцией, светом, так и солнечный, грустный. Вот за окном, понимаете, ужасный наш кетербургский и декабрьский сервис. А у Заза праздник, у него солнце на картинах. И когда я, мы с ним немножко знакомы, я был уверен, что я попаду на какую-то щитную выставку. Заза я подумал, что же подарить за это? Ну что же, я решил им подарить кусочек концентрированного солнца. Как вы думаете, что это такое? Дарит вам варенье? Нет, ну какая ты не в Петербурге? Я выращивал эту штуку у тебя на даче. Это концентрирование солнца. И я причем без удобрений, скажу, на чем. И все, абсолютно здорово. Пожалуйста, здорово. Пожалуйста, здорово. Друзья, скажи пару слов и песню спой. Первый этаж у меня более родные работы, астрактные, ну почти без предметов, не астрактные. Второй этаж уже экспрессионизм и астрактные композиции. А третий этаж у меня, ну так же, средняя, новая работа и более продуктивные, ну переходы, чувства, название выставки. Это сочетается в моем состоянии сегодня, в мире детства. Чем изрослее, тем детьми старое. Ощущение такое, что все впечатление моей жизни зародилось в моем детстве. Я родился в Грузии, вот как Володя сказал, солнце всегда в голове. В каком бы состоянии я находился, в каком бы я действительно находился, она меня все светит от детства. И все вот эти воспоминания я в последнее время выражаю в хвостах. И вот это мне сейчас как-нибудь модель. Так что творчество это солнце, творчество это любовь. Творчество это радость, взаимопонимание. Так что спасибо, друзья, что пришли. Модельный звук. Да. Модельный звук. Модельный звук. Модельный звук. Модельный звук. Модельный звук. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Еще раз спасибо всем. Наслаждайтесь. Обязательно второй этаж посмотрите и третий этаж. У нас еще крыша есть, там немножко снега, но придется потерпеть. Спасибо. Выставка открыта.